Приветствую вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Президент США, конечно, перманентно в ударе и правит страной на манер Константина Устиновича Черненко, про которого в советское время шутили, что руководит, не приходя в сознание. Но сегодня старина Джо был особенно хорош. Собрал просто роял флэш всех своих старых любимых номеров и приправил парочкой новых. На выступлении в Лас-Вегасе Байден пообещал построить первую в США высокоскоростную железную дорогу из Лас-Вегаса до Лас-Вегаса. И всего-то за 3 миллиарда долларов. Исключительно прибыльный проект, даже в первом приближении. Просто поставить вагон в центре города, зашел, вышел, бинго, ты приехал. Думаете, это все? Ха! После этого Джо сказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции. Все бы ничего, но Миттеран умер в 1996 году. Завершив блестящее выступление, Джо Байден тепло попрощался с невидимками и ушел со сцены. С третьего раза. Как он там говорил про себя? «Я не старый, я чертовски опытный». Это да, сомнений нет никаких. Я не стар, я суперстар, как опять же шутили в советское время. Не сомневайтесь, господа американцы, выбирайте его на второй срок. Где еще найдете другого такого? А вот Британию тем временем несет куда-то все дальше. Великобритания готова отразить нападение со стороны России. С таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Толк ТВ. Его слова приводит The Telegraph. «Да, моя первая задача – гарантировать нашу общую безопасность», сказал он, отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон защититься, если Москва направит свои орудия на Британию. По его словам, королевство наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной. При этом он упомянул о создаваемой хуситами угрозе судоходству в Красном море. Как сообщало издание «Политику», глава Генштаба Вооруженных сил в Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом в начале февраля Комитет обороны при правительстве Великобритании опубликовал доклад, в котором говорится, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал в интервью РИА новости, что заявление про якобы план российского нападения на НАТО – это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Впрочем, Европа пошла еще дальше. Они теперь хотят наложить санкции на российских дипломатов. Такого мир еще не видывал. Сейчас расскажем дальше, а пока… Тюменские CGPods становятся самым настоящим золотым стандартом беспроводных наушников в России. Тюменские CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники – 5000 рублей аж в четыре раза дешевле, чем Apple. При этом у CGPods есть интересные фишки, которых нет ни у Xiaomi, ни у Apple. CGPods – это стандарт неубиваемости наушников, кейс из авиационного алюминия – абсолютно неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита, можно принимать душ и ванну прямо в них. Тюменцы устанавливают эталон звучания благодаря здоровенным динамикам на 10 мм. Тюменцы берут для своих наушников все самое лучшее от других брендов. Например, микрофон у CGPods такой же, как у Apple ушей, прямо с того же завода, также четко и чисто передает звук. Золотой стандарт эстетики наушников тоже за тюменцами, выпускают CGPods сразу в пяти цветах, в супер приятных на ощупь софт-тач кейсах. К 2023 году тюменский бренд выкатывает и другие гаджеты, умные роботы-мойщики, пылесосы всех видов, смарт-часы – все это тоже топовое и эталонное. Тюменский бренд устанавливает новый золотой стандарт сервиса. Все гаджеты кейс-гуру при поломке не ремонтируют, а просто меняют на новые. Сканируйте QR-код или переходите в описание, там ссылка на беспроводные наушники и CGPods по разумной цене, промокод на экране на скидку там же. А мы продолжаем. В ЕС обсуждают новые ограничения для российских дипломатов. В рамках 13 пакета санкций предлагается ограничить их передвижение страной аккредитации. С такой инициативой выступила Чехия, которая уже не первый раз требует ее реализации. Прага считает, что из-за отсутствия контроля при перемещениях в шенгенской зоне в страну прибывают агенты российских спецслужб. В Евросоюзе обсуждают возможность ввести ограничения для российских дипломатов в рамках 13 пакета санкций, сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники. «Идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей шенгенской зоной», — говорится в публикации. При этом «Политико» пишет, что реализовать инициативу будет непросто, так как перемещение внутри шенгенской зоны фактически не контролируется. ЕС собирается подготовить новый пакет санкционных ограничений к 24 февраля, второй годовщине начала всего этого мирового кризиса. Как отмечают собеседники издания, он будет скорее символическим, так как за такой короткий срок вряд ли удастся разработать значительные меры и сосредоточиться на борьбе с обходом ограничений через третьи страны. По данным Reuters, в новый пакет не будут добавлять запреты на импорт из России, а вот санкционный список, как сообщило агентство DPA, существенно пополнится. В него включат 200 физлиц и компаний. Идею ограничить перемещение российских дипломатов страной аккредитации выдвинула Чехия. С таким же предложением страна выступала и при обсуждении 12 пакета санкций. Необходимость этой меры Прага объяснила тем, что отсутствие контроля передвижения между странами ЕС способствует тому, что в Чехию прибывают агенты российских спецслужб. По данным Financial Times, Прага предлагала, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволят им передвигаться только внутри страны. Кроме этого, власти Чехии также требовали, чтобы ЕС позволяла российским дипломатам въезжать в шенгенскую зону только с биометрическими паспортами, так как их сложнее подделать. Особо волновали Чехию те дипломаты, которые получили шенгенскую визу в Австрии для работы в учреждениях ООН в Вене. Австрийское правительство тогда отказалось комментировать данную ситуацию. В 12-й пакет санкций предложение Чехии так и не вошло. После этого глава чешского МИДа Ян Липавский на заседании Совета глав МИДа государств Евросоюза снова призвал реализовать эту инициативу. После того, как в декабре власти Чехии подтвердили, что ЕС действительно обсуждает ограничения для российских дипломатов, в МИД России идею назвали жуткой и кошмарной. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что инициатива ударит по всем, кто со стороны ЕС в этом примет участие. Если в ЕС будут приняты предложения чешских властей, за которыми по многим вопросам стоят американские власти, то это вызовет лишь наше сожаление, но при этом и соответствующую реакцию. Она будет ответной, уточнила Захарова. Дипломат подчеркнула, что российский МИД внимательно следит за развитием ситуации и анализирует шаги Евросоюза на предмет их соответствия международным обязательствам ЕС и его стран-членов. Захарова пообещала, что Россия обязательно будет реагировать на любые враждебные проявления, которые нарушают права, привилегии, иммунитет и безопасность дипломатов за рубежом. Впрочем, выходки коллективного Запада терпеть все сложнее, но не всегда это нужно. Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы, заявил РИА Новости посол по особому поручению МИД Николай Корчунов. «Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — сказал дипломат. По словам Корчунова, совет функционирует на самых малых оборотах. Норвегия, которая сейчас председательствует в организации, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета. Арктический совет учредили в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня, обеспечивающий содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входит Дания, включая Гренландию и Фарерские острова, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий, происходящих сейчас в Европе. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии. А вот из Британии идут новости уже обратного типа. К чему это все в итоге приводит? Какова в итоге оказывается цена русофобии? Государственный пенсионный возраст Великобритании вскоре придется повысить до 71 года, говорят эксперты. Согласно исследованию о влиянии растущей продолжительности жизни и падения рождаемости на государственную пенсию, пенсионный возраст придется повысить до 71 года для работников среднего возраста по всей Великобритании. В период с мая 2026 года по март 2028 года пенсионный возраст Великобритании 66 лет повысится до 67 лет. Ожидается, что с 2044 года он повысится до 68 лет. Но исследования показывают, что этого недостаточно и что любому человеку, родившемуся после апреля 1970 года, возможно придется работать до 71 года, прежде чем претендовать на пенсию. То есть на другие страны у них деньги есть, а на своих граждан нет. Впрочем, об этом они предупреждали сразу. Та же Анналена Бербак говорила ведь, что ей плевать, как отнесется немецкий народ к ее решениям, потому что для нее важнее слово, которое она дала совсем другому народу. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.